Добрый вечер, коллеги, рад вас приветствовать на сегодняшнем отец-отехполке, посвященном топику JavaScript. Сегодня нашу встречу буду модерировать я, меня зовут Ярослав Параленко, из-за семьи в компании Logica Alcan. Скажите, пожалуйста, все ли слышно, все ли видно, все ли хорошо? Пока все-таки собираются, я немного расскажу о регламенте мероприятия, о том, как все будет. Сейчас будет доклад от Виктора. Все вопросы пишите в чате, постараюсь их собрать вместе и на все вопросы ответить. Хочу представить спикера. Это SEO и Principal Software, архитектор компании Webillard. Успешно реализовал 60 проектов, включая 5 для 5 компаний из списков, в общем, 500. Более 15 лет в области информационных технологий. Он начал как специалист по информационной безопасности, а после этого переключился на разработку ПО. Это Виктор. Привет, Витя. Привет, Ярослав. Я так понимаю, я могу начинать, да, со своим докладом? Не совсем. У нас есть комментарии в соцсети на тему твоего доклада. И вопрос в том, поддерживаются ли макросы в твоем движке. Макросы не поддерживаются. Такой задачи не стояло, потому что макросы можно реализовать, но они будут реализованы уже на JS, а не на VBA. То есть, если их реализовать, их можно реализовать, можно кастомные функции реализовать, это все можно сделать. Но тут немножко другая задача стояла, поэтому такого нет. Окей, то есть, можно реализовать, ничего не мешает. Хорошо, спасибо. Да. Расскажи вообще, как ты видишь направление JavaScript? Он взял некоторое такое необычное направление в плане типизации. Достаточно много сейчас появляется сахара вокруг типов, статические типизации. Как ты видишь вообще развитие JavaScript в дальнейшем? Я могу по своим наблюдениям сказать, что я когда-то много лет писал на Perl, и много фич, которые были в Perl, там уже 15 лет назад, они постепенно появляются в JS. И вот JS собирает какие-то классные функции, все больше и больше, но, ну, я думаю, это будет такое эволюционное развитие. Кроме того, это будет в ближайшие, там, не знаю, в ближайшие, там, 10 лет, наверное, будут вкладываться деньги. В него большие, возможно, потом появится какая-то альтернатива, которая будет там работать на WebAssembly. Вот. Но сейчас, по сути, JavaScript – это такой вот самый популярный язык. Если мы говорим там про фичи, то я жду, когда появятся декораторы нормальные или трейды, или какой-то аналог вот этого всего дела. Роли, миксины, вот. Ну, а так, не знаю, мне кажется, что… Ты имеешь в виду какой-то архитектурный сахар, можно так сказать, да? Да. Чтобы легче проектировать было. Легче, чтобы было собирать, как бы, приложение из кусочков. Потому что сейчас это, ну, не так просто. Есть классы, которые менее удобны, чем, там, в других языках. Не хватает каких-то таких, ну, синтаксического сахара. И вот самое главное, наверное, для меня это миксины, или там, трейды и нормальные декораторы. Вот из того, что я вижу, что сейчас не хватает. Окей, окей. И ты видишь, как очень активное, да, развить сейчас и в будущем? Ну, я не вижу, как бы, причин, чтобы… То есть, это главный язык, который используется в браузере. Это язык, в который, там, инвестируют Google и другие вендоры. Microsoft сейчас поддерживает iOS. То есть, многие… То есть, это, как бы, такой самый-самый поддерживаемый язык крупными корпорациями. И это случилось не потому, что там JavaScript самый лучший, но вот так исторически, наверное, сложилось. Вот, в первую очередь, потому что он в браузерах. Кроме того, у JavaScript на сегодняшний день один из самых быстрых рантаймов. Да, кто-то говорит, что там CPU не сильно… Задачи, которые привязаны к CPU, не сильно хорошо выполняют на JS, а на самом деле достаточно хорошо. И он сильно быстрее, чем тот же Python, быстрее, чем, там, Ruby, быстрее, чем Pitch, Perl и многие другие, там, динамические языки. Звучит, звучит как отдельная тема для доклада. У меня будут… У меня в докладе даже есть результаты, там, бенчмарков. Вот. Можно про это долго разговаривать. Понял, понял. Круто. Хорошо. Я понял. Спасибо. У меня с вопросами все. Тогда передаю тебе слово и всем удачно изучить новую тему. Да, то есть тема, собственно, звучит «Как создать свой Excel на JavaScript?». Вроде звучит она так немножко странно. И вообще зачем создавать Excel на JavaScript? И вообще зачем создавать Excel, в принципе, если он есть? Вот. Но сейчас я про все это расскажу. Да, там, пару слов про меня. Вот я уже… Вот, Северослав сказал, что я уже давно в IT. И этот проект, сам Excel тоже, он начинался, по-моему, там, лет 7 назад. Мы его там делали. И потом постепенно-постепенно развивали, какие-то добавляли фичи, оптимизации. Вот. Но это был один таких из стартовых проектов, который показался очень успешным. Вот. В IT, да, я уже много лет. Я уже, как вспоминал, до этого программировал там на Perl. Много там с Linux'ами, Unix'ами работал, с каким-то low-level'ом, с сетями. И сначала это была информационная безопасность, потом это стало программирование. Вот. И, ну, собственно, как-то так, да. Давайте теперь, собственно, к Excel. История такая, что в один день прекрасно к нам пришел заказчик и говорит, вот у нас есть большая математическая модель, которая там меряет экономические, там еще какие-то эффекты, ну, там моделирует. И вот эту всю математику нужно спортировать куда-то, чтобы она работала, эта математика, в нашем приложении. И чтобы спортировать эту математику, ну, не знаю, где-то нужно было бы потратить, наверное, там полгода команды, чтобы просто переписать. И если бы нам прислали новый Excel-файл, нам пришлось бы еще там два месяца перепортировать все, что там написано, да, то есть там огромная математическая модель. И, ну, нам выслали файл, я его покажу, но в нем было порядка двух миллионов ячеек, 400 тысяч формул, 1 миллион функций экселевских, 50 листов и цепи выполнения на 20-30 тысяч ячеек. Это значит, что одна ячейка зависит от другой, и так последовательно они друг на друга ссылаются, используют результаты выполнения друг друга. Вот, и такие цепочки в 20-30 тысяч. И это был такой самый первый файл, потом начали приходить еще более крупные или поменьше, но я вот расскажу на примере самого-самого первого. Ну, вот это приблизительно наша такая реакция была, когда мы этот файл получили, посмотрели. Сейчас я вам покажу, как он выглядит, чтобы не быть голословным. Он такой анонимизированный, то есть там нельзя увидеть таких деталей. Но в целом, попробую пролистать. То есть вот у нас есть внизу вкладочки, видно, да, их много. Различных там какие-то расчеты, если подкрыть, вот так, не то. Если их посмотреть, то можно увидеть там вот эти формулы. Они достаточно большие могут быть, вот если посмотреть на формулы, они там длинные, используют различные фичи экселя, потому что, ну, кто хотел, так и писал. И вот эта вот математическая модель, которая тут описана, да, то есть во всех этих, во всем этом экселе, да, это такой огромный. Мы до этого таких файлов больших и не видели никогда. Нужно было заставить работать, собственно, без экселя всю эту математику. И не просто без экселя, то есть нам нужно было, чтобы оно без экселя работало быстро, чтобы оно работало в браузере, в офлайне, чтобы оно работало на сервере, и чтобы оно работало на планшетах, в iOS и Android. Вот, собственно, наша реакция была точно такой же, как после того, как мы увидели этот файл. И, ну, наше решение было, ну, мы не можем это спортировать, написать свой Excel, да, то есть Excel на джаваскрипте, ну, потому что джаваскрипт как раз и работает в браузере, работает, ну, браузер только джаваскрипт и работает, да, то есть вариантов немного. И, ну, как-то к этому вопросу подойти, да, ну, в тот момент не совсем было ясно, как с этим, ну, как это реализовать, и вот мы сейчас попробуем пройтись шаг за шагом, как мы вот размышляли, как мы строили архитектуру, что получилось. То есть что мы хотели? Мы в первую очередь хотели создать такую библиотеку, которая, по сути, является Excel, и которая позволяет, ну, условно имеет там три метода. Прочитать ячейку, установить значение ячейки какой-то и пересчитать. То есть, например, если у нас есть Excel-фский файл там с формулой, вот в ячейке А2, А1 плюс 1, то мы потом можем без проблем там getCellValue с листа первого ячейку А2 прочитать. Потом установить значение другое в А1, вызвать рекомпьют, у нас все пересчитается, ну, и на выходе там, не знаю, если мы там в А1 поставили 5, то на выходе 6 в ячейке А2. Собственно, выглядит вроде как просто, но важно было, чтобы эта штука была совместима с Microsoft Excel. То есть она должна работать как Microsoft Excel, и это тоже большая боль, потому что то, что в документации Microsoft Excel написано и то, как он себя ведет, это разные вещи. Вот. И это, сейчас покажу, да, то есть это одна часть, это движок. А визуальный интерфейс, он может быть любым. Вот это вот пример реального визуального интерфейса, который привязан к вот этому Excel. То есть пользователь, я надеюсь, видео там всем видно, пользователь меняет какие-то ползуночки, кнопочки, чекбоксы в мобильном приложении, и когда он что-то выбирает, эти значения устанавливаются в какие-то ячейки Excel. А с других ячейок Excel мы вычитываем результат. Да, то есть вот эти все графики, которые мы видим, они просто вычитаны с каких-то листов Excel, виртуального. Да, вот оно вот так вот выглядит, и много различных там функций, много какой-то математики. Вот. И это одно из приложений, которые мы делали. Вот это самое первое. Вот. И сразу же встал вопрос изначально вообще, как бы по поводу производительности JavaScript. Производительности JavaScript. Достаточно ли производительности, и можем ли мы взять что-то готовое? Первая идея была, ну я думаю, многие про это подумали, взять там Google Docs, и в Google Docs открыть этот Excel, и Excel файл, XLS, и пробовать через API Google Doc это все тянуть. Да, у нас не будет оффлайн режима, но вроде как можем работать. Ну, Google Doc просто не в состоянии потянуть такие огромные Excel файлы. У него лимит, по-моему, тогда был на 40 тысяч формул в документе. Это одно. Второе, он считал даже вещи, которые у нас считаются сейчас там меньше, там, не знаю, 50 миллисекунд, там, 60 миллисекунд, там, до 8 секунд, что тоже нам совершенно не подходило в простых моделях. И, ну да, то, что нет оффлайна, то, что он не совместим с Microsoft Excel, в достаточной мере, чтобы оно все корректно работало. Поэтому Google Doc как бы отпал. Мы начали смотреть на, ну, JS. И не просто, мы начали, конечно же, писать бенчмарки. Написали небольшой тест, который там 100 тысяч раз выполняет большую математическую формулу, ну, там, такую сгенерированную. И что получилось? Получилось, что, например, там, PHP 100 тысяч раз вот эту формулу считает, там, за 2,7 секунды, там, Perl за 2,7, Python за 2,8, ну, то есть, PHP 7 сильно быстрее, а нода на тот момент еще десятая за 150 миллисекунд. И PyPy, PyPy это такой Python с JIT-ом. То есть, еще одна имплементация Python, там, не знаю, на 97-8%, наверное, совместимая с обычным Python, который имеет JIT, она тоже достаточно быстрая. Да, то есть, все, что без JIT, без вот этой вот Just-in-Time компиляции, оно, ну, не работает достаточно быстро. То есть, получается, JavaScript, он имеет один из самых быстрых рантаймов со всех динамических языков. Вот, ну, то есть, померить мы-то померили. Вопрос дальше. Как, ну, как это сделать, да? То есть, есть файл, вот это весь реклаймент. То есть, ваши требования, вот, файл напишите Excel. Еще интересно, что это был такой фикс-прайс проект. И, как бы, мы можем писать, не знаю, полгода, но если ничего не напишем, ну, вернее, у нас на выходе ничего не получится, то нам ничего не заплатят. Поэтому у нас не было выбора, кроме как написать, чтобы оно заработало как надо. Да, ну, по факту, чтобы создать такой движок, это как практически написать компилятор языка программирования. Вот один в один. То есть, весь пайплайн очень похож. И если мы посмотрим на то, из чего состоит вот этот наш проект-движок, то он имеет такой похожий пайплайн, как пайплайн работы, как, там, не знаю, практически в любом языке программирования. То есть, у нас есть лексер, у нас есть парсер, у нас есть какая-то оптимизация, у нас есть рантайм. Давайте по порядку, да? То есть, получается, что мы весь проект сразу же разбили на независимые какие-то кусочки. То есть, у нас есть, первое, это экстрактор. Это штука, которая берет любой экселевский файл, xls, xlsx, и с него вытягивают данные. То есть, нам нужно вытянуть форму, не просто вытянуть. Смотрите, да, еще такой момент. Когда я делал этот доклад, ну, я этот доклад несколько раз делал, но в более таком простом варианте, по-моему, даже видео этого доклада нигде нет. Но что люди думают, в чем была задача? Многие думают, что задача была просто вытянуть с экселя данные. То есть, я делаю доклад, а потом такой вопрос, а что нельзя было взять готовую библиотеку, которая просто вытянет данные? Задача не вытянуть данные, да, а написать движок, который считает всю математику. То есть, вытянуть данные, это только там первый этап, вот этот экстрактор. И 90% библиотек, они не просто там вытягивают, ну, они вытягивают только значения, а нам нужно было вытянуть еще много дополнительной информации с этого файла, экселевского. Ну, про это я все расскажу чуть-чуть позже. То есть, получается, что у нас есть экстрактор. Дальше. Экстрактор, он как бы извлекает все данные в некий такой RAW формат, модул RAW JSON. Где наши все там функции, формулы, какие-то там, не знаю, имена, ну, какие-то адреса, они все в виде обычных строк. То есть, это обычные строки, им нужно что-то с ними делать. После этого у нас в работу вступает лексер, парсер и оптимизатор. То есть, лексер бьет, например, у нас есть описание формулы, лексер ее бьет на лексемы, парсер строит там синтаксическое дерево, оптимизатор потом пытается заоптимизировать всю модель, чтобы она быстрее работала. То есть, это такой, как в LLVM у нас, например, есть, оптимизатор, который пытается заоптимизировать наш байт-код. Та же история тут. И на выходе мы получаем некую репрезентацию этого Excel файла только уже в JSON формате, который мы должны проверифицировать, что он корректно работает и вычисления совместимы с Excel файлом. Тоже у нас для этого инструмент есть отдельный. И потом у нас уже есть некий рантайм, раннер, который позволяет запустить этот Excel. Давайте я даже перед тем, как рассказывать дальше, чтобы было нагляднее, покажу, как это работает. То есть, возьмем... Ну, то есть, я могу взять большую модель посчитать. Можем взять, например... Ну, давайте большую возьмем. Да, то есть, вот эта вот большая модель. Вот она. И у нас есть ячейка. Вот я специально желтым подсветил две ячейки. Одна ячейка D20, я ее меняю на какое-то значение. И значение в H15 меняется. H15 ссылается на какой-то лист, на какую-то формулу. Да, то есть, это на модул Outcomes L174. И давайте попробуем... Вот я уже тут делал такое. Сейчас чуть-чуть крупнее сделаю. Попробуем пройтись по всему этому pipeline. У меня есть пару заготовок. Первая у меня есть штука, называется... Нет. Конвертер. То есть, я беру вот этот файл, конвертирую. Тут несколько этапов. Сначала мы извлекаем все данные, листы, всю информацию. Потом у нас идет парсинг всего. Живые демо, конечно, они такие всегда рискованные. Но, да, то есть... Да, у нас смотрим. Всего, ну, получилось 1 миллион ячеек. Удалили после оптимизации мы 650 тысяч. Это значит, что 650 тысяч ячеек в этом файле, они не используются в расчетах. Они нам не нужны. Мы можем сократить размер, ну, и мы можем сделать какие-то предварительные вычисления, как делает упаковщик, там, бандлер от фейсбука, не помню, как он называется. Да, то есть у нас на выходе получилось 2 файла. Вот как раз у нас время 19.23. Вот у нас 2 файла. 19.22. Вот мы их, они были созданы. Один model.rodgson, другой model.gson. И я сделал небольшой тоже скрипт, который такой интерактивно позволяет показать, как это работает. То есть у нас есть ячейка там D20 и L174, который я вам показывал. То есть я запускаю. Так непривычно вот с этим онлайн форматом, потому что неясно, как бы следит ли аудитория за этим всем. Вроде делаю во время карантина уже четвертый доклад в таком формате, но все никак не могу привыкнуть. Вживую, конечно, веселее. Но давайте пробовать. Да, то есть мы берем, запускаем runmodel. Вот. И теперь смотрите, что получается. У нас изначально была тут 1000. И тут 483.0.23. И та же история. Вот одно значение, вот второе. Если я сейчас вбью, например, там не знаю, не 2000, а 1500, оно мне пересчитало за 40 миллисекунд, и на выходе получилось такое число. 1500, да? То есть вот 497 тысяч тут стало, ауткут, и тут 497 тысяч. Может показаться, что, что тут вообще, ну там, вроде как быстро посчитали, там 30 миллисекунд, да? Вот там 30 миллисекунд пересчет. Но если включим дебаг режим, у нас тут есть дебаггер, который позволяет увидеть все вычисления. Тоже писали мы сами его. Вот, например, я меняю какое-то значение. И вот пошли вычисления. Вот это все вычисления, которые происходят. И сколько тут формул? Давайте я попробую в дебаг режиме запустить это, чтобы дебаг равно 1. Вот, оно сразу в ауткут выдает все вычисления. Если мы посмотрим количество рядков, сколько вот нужно было функций вычислить для одной ячейки. Это для одной ячейки. Вот я меняю одну ячейку, и мы одну вычитываем. Сколько мы должны пересчитать формул? Того 27 тысяч. То есть, вот эти 30 миллисекунд, это у нас 27 тысяч формул вычисляется. Так, ну, это вот, надеюсь, наглядно и понятно. То есть, это все живой пример. Давайте дальше двигаться. То есть, получается, что первым шагом это было написать экстрактор. И просто вот вытянуть данные. На самом деле, вроде задача простая, а по факту оказалось, что непростая. Потому что многие библиотеки не умеют вычитать формулы. Они умеют вычитать значения, они умеют вычитать формулы. Потом, многие библиотеки не умеют вычитать имена листов. То есть, у нас не имена листов, а имена диапазонов. То есть, у нас, например, есть диапазон А1-А100, и мы в Excel можем дать ему имя. И это имя хранится не в ячейках, а в метаданных листа. И, ну, большинство библиотек просто эту информацию не предоставляют. Кроме того, оказывается, тоже никогда не знал, до того, пока не начал этим заниматься, что в Excel у этих имен есть области видимости. Определенный лист или весь воркбук. То есть, это тоже настраивается. И эта фича есть только в Microsoft, в Windows Excel. На Mac, в Excel этой фичи нет, например. Тоже такие нюансы. Поэтому мы перепробовали различные библиотеки, там, на Nod, на Ruby, на Python, на Perle, на PHP, и ничего из этого не заработало, ну, на тот момент. Что мы сделали? Мы просто запустили, как вот, встраиваемый объект, как Excel, как встраиваемый объект, такой вот, написали скрипт на Perle, тогда это был скрипт, там, в 100 строчек. И он, как бы, через эти VBA методы коммуницировал с Excel, и у Excel уже выпрашивал нужную информацию. А VBA это все позволяет сделать, да, то есть, API Excel предоставляет все необходимое, чтобы получить эту информацию. Хорошо. Это экстрактор. Данные извлекли. Что у нас на выходе? У нас на выходе получились, условно, строки, которые, там, описывают формулы. И нам нужно эти формулы все распарсить. Да, то есть, поэтому у нас появился препроцессор, и, на самом деле, нам не только формулы нужно распарсить, а распарсить и адреса. И они тоже могут быть описаны, там, в совершенно разных форматах. Поэтому в этом проекте огромнейшее количество юнит-тестов. Но как мы все создавали? Мы писали все, чтобы каждый кусочек системы был независим, чтобы можно было потом пересобрать, да, то есть, этот принцип dependency injection. То есть, мы все, ну, как бы, система состоит из модулей, и потом у нас в factory, там, собирают разные, ну, необходимые нам компоненты вместе. То есть, например, у нас есть препроцессор. Препроцессор использует формула parser и адрес parser. Кроме того, имплементацию мы можем подменить. И если посмотреть по коду, тоже, наверное, будет интересно, то есть, у нас есть вот препроцессор, внизу мы видим, мы его, ну, создаем instance, экземпляр класса препроцессор. Передаем вовнутрь формула parser и там константы функции, там тоже этот нюанс. Вот, ну, формула parser, в свою очередь, вот мы его инициализируем выше, он получает на вход адрес parser, потому что, когда он парсит формулу, ему нужно еще раз парсить адрес. А адрес parser, вот мы снаружи тоже инициализируем, он тоже, там, принимает имена rnj, имена листов, потому что ему нужно это для парсинга и нормализации адресов. И потом мы получаем этот препроцессор, который мы можем использовать. Да, то есть, мы собрались с кусочков. Это такой архитектурный момент важный, потому что нам в какой-то момент пришлось подменять эти имплементации, из-за того, что оно было так написано достаточно независимыми такими блоками, это было достаточно, это было просто сделать, я даже так скажу. Да, то есть, что значит распарсить формулу? Распарсить нам нужно, у нас есть там префиксные, инфиксные операторы, у нас есть константы, у нас есть функции, у нас есть ссылки на ячейки, у нас есть ссылки на диапазоны, именованные диапазоны, у нас есть приоритеты операторов, у нас там есть логические операторы, там, логического сравнения, да, вот, и формулы могли выглядеть вот так вот, да, Это не то, что они могли выглядеть, они так и выглядели, это реальная формула. У нас тут есть абсолютные относительные адреса, у нас тут есть сравнение меньше равно, у нас есть математические операции, у нас есть функции, все, все, что это только часть того, что люди, которые писали этот Excel могли написать, то есть они использовали все, что им нравилось. Соответственно, чтобы написать парсер этого всего дела, это по сути как написать парсер для языка программирования. Изначально мы сделали такую ошибку, начали писать это самостоятельно, лексер, потом парсер, но это заняло какое-то время, условно полторы недели мы на этом потеряли. И переключились, потом решили, что поскольку это 90% работы, то же самое, что написать парсер для языка программирования, мы взяли такое решение грамматики на базе антлер. То есть это такой генератор парсеров, используя грамматики, и один из таргетов у них есть JS, то есть не только там JavaScript, но вот один из JS. Да, есть еще PackJS, он там медленнее, но в принципе он тоже на нем можно было бы сделать. И соответственно у нас там есть и лексер и парсер, на выходе мы строим для каждой формулы абстрактное синтаксическое дерево. И антлер это один из самых мощных инструментов, вот именно для этой задачи, один из самых быстрых. Да, то есть что мы хотели получить на выходе? Мы хотели получить для каждой формулы абстрактное синтаксическое дерево. Это вот как в стиле, как если вы писали на Lisp, или там на Closure Script, то в принципе понимаете, что тут происходит. То есть вот такая вот формула 1 плюс 2 помножить на 3 превращается в такое вот дерево. Ну и дерево оно представлено в виде просто массивов, то есть мы пытались эти деревья сделать максимально компактными, потому что это было важно. Кроме того мы их еще упаковывали, чтобы они быстро работали, чтобы там мы учитывали оптимизации внутренней V8. Ну это как бы не в рамках доклада этого, но в целом идея такая. То есть например, что у нас тут есть? У нас есть 2 помножить на 3 и нужно потом прибавить единичку. Соответственно у нас есть дерево выглядит так. Первым идет оператор, а потом идут операнды. То есть у нас 1 и потом умножение 2 на 3. И соответственно оно как бы рекурсивного можно выполнять. Если у нас A1 плюс B1, у нас есть оператор там равно, это как бы указатель на какую-то ячейку. И адрес там листа, рядочка, колонки. То же самое с функцией сумма. Там сумма B5, B100, соответственно у нас есть сам. Также у нас есть там оператор range, который возвращает диапазон ячеек. И вот такие вот IST деревья. IST, ну то есть абстрактно-синтактические деревья. Дальше. Следующая часть это сам рантайм. И сам рантайм, как мы делали рантайм? Мы его делали следующим образом. Он точно так же, ну как бы у нас есть по сути Excel Engine, который предоставляет следующий API. GetCellValue, SetCellValue, Recompute. То, что я вначале показывал. Но внутри он использует там адрес парсер и формула эволуатор. То есть штука, которая выполняет формулы. И этот класс, он не имплементирует ни одной из функций. Все функции тоже инжектируются снаружи. Потому что вам может потребоваться какие-то кастомные функции, которые написаны на том же VBA. И в некоторых Excel файлах эти были функции, которые написаны на VBA. И соответственно мы их подключали к кастомную имплементацию, делали на JS. И иногда приходится просто смотреть, что быстрее работает, какие-то варианты подключать. Но основная идея такая, что формула эволуатор отвечает за выполнение одной формулы. То есть вот одна ячейка, он берет и выполняет. А уже Engine уже сам знает про лист, workbook и по сути вот эту всю историю. Да, то есть эволуатор одну формулу считает, функции это имплементация функций, функции адрес парсера это парсит адреса в рантайме, и локал раннер это сам движок. Хорошо, та же история, как я и говорил, да, оно все собирается через dependency injection, все передается снаружи. И в какой-то момент нам на самом деле потребовалось переписать, и мы полностью переписали формулу эволуатора, и у нас потом было две имплементации, одна под одни задачи, потом одна под другие, а потом мы вторую имплементацию доработали, что она вот умела все, что и первое. Да, и когда уже разработчик использует этот движок, чтобы это все руками не собирать, мы написали там набор классов как в factory различные. То есть, например, у нас тут xjs runner factory, и он уже соберет нам все, что нам нужно. То есть мы говорим create, передаем там наш JSON, и все. И дальше там set cell value, recompute, get cell value. Максимально просто, да, то есть с точки зрения разработчика у него всего, вот эта вся сложность вся спрятана под капотом за тремя методами API. Кроме того, у нас есть там определенные обертки, которые снаружи уже позволяют работать с рейнджами, потому что тут мы работаем только с единичными ячейками, а рейнджи уже еще сверху обвязка есть, которая тоже здесь не затрагиваю, но проект достаточно большой, все в один доклад не поместить. Да, то есть получается дальше. Мы должны реализовать каждую функцию. Каждая функция — это отдельный модуль. То есть, по сути, мы стараемся реализовать каждую функцию без побочных эффектов. Если нам, например, нужна функция квадратного корня, она вроде принимает там аргумент, на самом деле принимает массив аргументов всегда, и там вычисляет, возвращает 3. Вот это реальный вызов. Вот так оно будет работать. И к этому легко писать юнит-тесты. И также тут то же самое. Например, у нас есть сумма там А1, Б1, Б4, С1, и там возвращает 30. И мы начали передавать, то есть мы смотрим А1, находим двоечку, что это двоечка, Б1, Б4, находим, что вот это там такие значения хранятся. Но мы не просто находим, они должны быть уже до этого вычислены. Да, ну мы взяли их, хорошо, то есть передали все в сумму, и вроде все хорошо, но на самом деле это была ошибка такая имплементация, потому что оно работает очень медленно, потому что Б1, Б4 — это 4 значения, которых нам пришлось скопировать. А если бы мы их не скопировали, то оно бы работало совершенно по-другому и сильно быстрее. Да, то есть поэтому у нас появились такие абстракции диапазонов ячеек, в которых тоже есть две имплементации. Одна работает с чистыми там значениями, а вторая имплементация непосредственно работает с самой вот этой моделью. с самими данными. И уже ходят, то есть не копируются эти числа, а они ищутся там в нужной ячейке. И это сильно у нас ускорило, и сильно уменьшило потребление памяти. И возьмем вот, то есть мы уже дошли до того, что мы можем сложить 2 и 2. Вот 2 плюс 2. Казалось бы, просто, да? То есть все, что нам нужно, имплементировать функцию, которая делает плюс, сложение. И она выглядит вот следующим образом. Это вот плюс. Плюс, который... Почему плюс выглядит так? Потому что у нас есть обработка ошибок. Нам иногда нужно возвращать там NA, в зависимости от того, что пришло, приведение типов. Но что еще интересно, да, у нас есть множество тестов под все. Там складываем интегеры, целые числа, там складываем интегер, строки, которые выглядят как интегер. Там складываем decimals. И там под каждую функцию пак тестов. И все это такой reverse engineering, как ведет себя Excel, потому что документация часто может не соответствовать действительности, а люди, которые используют Excel, они пишут, как им удобней. То есть они используют не по документации Excel, собственно. И банальный пример. Возьмем. A1, A10 плюс B1, B10. То есть такая штука не может работать. Или она может работать, если мы имплементируем такая штука, если в Excel называется формула массивов. Но в обычном исполнении, когда мы хотим вернуть результат в ячейку, мы не можем сложить два диапазона. То есть какая-то логика не ясна, как она должна работать. Но на самом деле, если мы передадим вот такую вот вещь в функцию, например, сам product, то Excel уже валидно начинает что-то с этими двумя диапазонами делать. И как-то их там между собой что-то складывать и возвращать другой, или там поэлементно, и возвращать другой range, ну, как бы диапазон значений. И, соответственно, вот поэтому этот плюс выглядит вот так. И не только плюс, много других функций. Вот. И, окей, то есть, теперь что у нас есть? У нас получилось следующее. Мы вычислили одну формулу, одну ячейку. Но у нас же ячейка не одна, у нас ячейка зависит от другой ячейки. Например, у нас есть А1 равно единичке, А2 равно А1 плюс 1, А3 равно А1 плюс А2. То есть, ну, то есть, все просто. То есть, у нас есть А1 это единичка, А2 это А1 плюс А1, А3 зависит от А2 и А1. То есть, в результате получается, что если мы поменяем А1, то это повлияет на А2 и А3. То есть, мы поменяли тут единичку на двоечку, какие-то две ячейки мы должны пересчитать, а А2 влияет на А3. То есть, вот эти вот зависимости мы можем представить, ну да, то есть, это то, что я описал, да, мы просто меняем какое-то значение в А1, а остальные ячейки должны пересчитаться. И эти зависимости мы можем представить в виде такого направленного ациклического графа. То есть, у нас есть А1 влияет на А2, А2 влияет на А3, и также А1 влияет на А3. И, соответственно, зная, имея вот этот циклический граф, то есть мы начали строить вот этот граф для того, чтобы быстро понимать, на что влияет этот чейк А1. Мы его выстраиваем и пересчитываем. То есть пересчитываем А2 и пересчитываем А3. Но есть небольшая проблема. То есть мы, если посмотрим на этот граф, увидим следующее. Что, допустим, поменялось А1 и мы пересчитываем А3. А вот А3 пересчитали. А потом пересчитываем А2. А потом А2 поменялся, еще раз пересчитываем А3. То есть мы два раза пересчитали А3. И вроде бы как проблем нет. И мы на синтетических файлах тестировали. Ну, окей, на миллион ячеек модель занимала 2 секунды. Когда мы взяли реальный файл на миллион ячеек, и там много РНЖ и много такой специфики, что вот этих перевычислений много, у нас не 2 секунды начало считать, а 1 час. То есть у нас 1 час выполнялся этот пересчет. Ну и причина такова, что мы просто пересчитываем некоторые ячейки по несколько раз. И как с этим бороться? То есть есть такой алгоритм сортировки графов, называется топологическая сортировка. И основная идея такая, что мы можем взять направленный циклический граф и отсортировать его в список. И чтобы удовлетворить все зависимости. То есть получается, что, например, мы всегда знаем, что когда мы вычисляем, например, 4, все, что идет до 4, это все его зависимости. То есть они заранее уже обработаны. То есть мы, все влияющие узлы, они идут перед нашим целевым узлом в этом списке. И наш граф, он делается плоским. И мы просто можем вычислять одно за другим, и оно будет работать. Так работают всякие сборщики, типа веб-пака. Вот когда у нас есть реквайр, импорт, и у нас такое дерево, дерево, дерево. Чтобы вот не обрабатывать и не компилировать его много раз, мы можем сделать, вычислить, у нас есть эти все зависимости видеографа. Мы можем потом его отсортировать, по сути, так расплюснуть, сплюснуть в список и вычислять один за другим. Вот мы это сделали, проверили на тестовых файлах, на реальных моделях оно не работает. Почему? Потому что алгоритм топологической сортировки классический, он рекурсивный, у нас цепочки связи ячеек больше 10 тысяч ячеек, соответственно, у нас глубина рекурсии больше 10 тысяч стек-фреймов, и у нас переполнение стека, потому что в JS 10 тысяч фреймов разрешено. Ну, решается это переписыванием всех рекурсивных алгоритмов на итеративный собственным стеком, и после этого вот это вот сортировка, перевычисление, которое занимало 1 час, оно начало занимать 6 секунд. Сейчас оно, конечно, понятно, намного быстрее считает, там еще огромное количество оптимизации было сделано, но это одна из таких ключевых. Относительно бенчмарка, да, то есть получается, что многие очень часто неясно, что принесет при распроизводительности. И мы читали очень много документации, там, как устроен VA, вот эти вот hidden class, inline caching, small integers, ну, например, банальная штука. У нас есть, слайда у меня под это нет, но расскажу. То есть, например, у нас есть адрес ячейки. Адрес ячейки состоит из, не так, у нас есть ячейка, она описана в виде массива. И там есть информация следующая, вычисленное значение, абстрактное синтаксическое дерево, которое представляет саму формулу, и информация про адрес этой ячейки, то есть, чтобы знать, что это за ячейка. Там есть номер листа, номер колонки, номер рядка. И это все вот массив, в котором первый элемент значения, дерево, и три элемента потом идет за ним, это адрес. И если взять вот эти вот три элемента адреса, завернуть еще один массив, да, то есть, у нас получится как бы глубина вложенности больше, и, казалось бы, оно должно работать медленнее, на самом деле оно работает сильно быстрее. И работает оно сильно быстрее, потому что в V8 есть такое понятие, как small integer. Small integer это когда у нас значение 31 бит или меньше, да, то есть у нас, например, интенджер там 32 бита, к примеру. И даже не так. Идея такая, что у нас может быть значение в хипе, вот эта проблема докладов онлайн, когда не видно, насколько понятно объясняю или нет. Но основная идея в small integers то, что у нас может быть число указателем, а может быть числом, которое тут и хранится. И у нас один бит отвечает за то, чтобы сказать, это указатель на хип или это вот число, которое тут. Соответственно, если, поэтому мы можем, получается, числа меньше 31 бита, 31 бит и меньше, хранить, ну там, наверное, один бит под знак, хранить прямо in place, ну не в хипе, а прямо вот в нашей структуре. И это сильно быстрее. И у нас все вот эти вот адрес ячейки, адрес, ну адрес ячейки, который состоит из адреса листа, рядочка и колонки, это все small integers, они все рядом, они упаковываются в непрерывную область памяти, в V8 такой, да, packed small integers получается, small integers array. И оно работает быстрее. И вот таких вот нюансов много, их нужно было постоянно смотреть, оптимизировать. И это, конечно, там тоже нужно было тестировать на нужных версиях ноды, но это работает сейчас очень быстро. Вот. Хорошо, то есть мы это все сделали, оно все работает, но в какой-то момент мы, у нас появилась эта функция offset, специфически, то есть не просто вот как сейчас там offset d3, 3, минус 2, там с какими-то аргументами, а немножко в другом формате. Что делает offset? Чтобы было всем понятно, offset делает следующее, он возвращает адрес другой ячейки, то есть, например, у нас есть offset от ячейки d3, то есть мы смещаемся на 3, там не знаю, вниз, на столько-то колонок, на столько-то рядочков и берем там диапазон 1 на 1. И это возвращает ячейку b6, да, то есть reference, rows calls, height width. Все, то есть этот offset возвращает ссылку на другую ячейку. Что это значит? Это значит, что вот у нас есть a2, и offset возвращает b6, адрес. Можем ли мы сказать, что a2 зависит от b6? На самом деле, ну, вроде как можем, но если в offset передать, условно, рандомные параметры, вот rent, run, или какие-то вычисляемые в рантайме, то мы никогда не знаем, адрес какой ячейки вернет offset. Соответственно, что на выходе? Получается, что если мы не знаем, какой адрес вернет, мы не знаем, зависит ли ячейка a2 от b6. Соответственно, мы не можем заранее построить граф зависимости и сказать, что b6 влияет на a2, что при изменении b6 нужно пересчитать a2. Поэтому мы начали строить эти графы динамически. Вот этот вот механизм dependency injection нам позволил подключить другие компоненты, которые в рантайме уже выстраивают эти графы и кешируют их там в зависимости от аргументов offset. Да, демо я уже сделал, как все работает. Не знаю, есть ли смысл повторять. На различных файлах, на маленьких-больших, все классно. Собственно, какие выводы, да? То есть, первое, это достаточно интересный проект на JS. Второе, это показывает, что JS быстрый. Быстрый у него рантайм, все с ним хорошо. Третье, правильный архитектурный подход, когда вы сделаете максимальную связанность и минимальную связанность внутри модуля и минимальную связанность между компонентами, это важно. Вот это вот исследование принципом Solid, dependency injection везде, где нужно на самом деле. Это хорошо работает. В таких проектах вам нужно очень много тестов. Очень много. Они моментально прогоняются, потому что они все в памяти, от базы не зависят, это все юнит-тесты. Еще один вывод. Всегда нужно мерить производительность не на синтетических данных, а на реальных каких-то production вычислениях, потому что это может работать совершенно по-другому. Кроме того, у нас вообще практически, я не знаю, по-моему, наверное, не было ни одного бага такого с вычислениями в продакшене, за счет того, что у нас был автоматический тестер, который проверяет вычисления в Excel с вычислениями реальной Excel, с виртуальным нашим, с нашим джаваскриптовым Excel. Очень важно также иметь удобные тулы для дебагинга. Вот я вам показывал, как дебаг выглядит, как высыпаются вот эти все вычисления. Без них, у нас не было сначала этого инструмента, у нас высыпались упакованные какие-то набор констант, единичек, ноликов условно, и это все было невозможно дебажить, и мы написали инструмент для дебагинга, который это все разбирает и показывает в человеческом виде. И это прям, мы потратили какое-то время на этот дебаггер, я скажу им, написал его там за полдня, по факту, но он просто потом столько времени сэкономил. Ну и понимание того, как работает V8, позволяет вам это все дело хорошо оптимизировать. Но нужно всегда мерить, не предполагать, а всегда мерить, а потом уже оптимизировать. Да, собственно, это все. У меня есть телеграм-канал JavaScript, возможно, кто-то подписан уже. Кому интересно, подписывайтесь. Я не сильно часто туда публикую какие-то посты, но стараюсь что-то интересное и какое-то свое видение, такой авторский контент, собственно, который не устаревает. Мои контакты, да, то есть Twitter, GitHub, email, если кто-то захочет написать. В Телеграме есть, вот. Ну, собственно, все, готов ответить на любые вопросы. Это тот неловкий момент отличия онлайн-конференции от офлайн, когда нету сладков. Спасибо за доклад, он был очень интересный.